Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Toyota RAV4 2011 года выпуска Двигатель 2 литра Механика, передний привод Пробег на автомобиле 160 тысяч километров Загудел Передний левый подшипник на ступице Получается подшипник интегрированный в сборе Подшипник ступица Поднимаю автомобиль, снимаю колесо И смотрим, как нам его открутить По-хорошему здесь нужен обратный молоток Снял колесо Забрызгиваю все резьбы, которые будем крутить Привод, гайки на стойке, крепление На рулевом наконечнике И также на шаровой опоре Сниму вместе с шаровой опорой Фиксирую Тормозной диск Беру головку на 30-12-гранную И откручиваем гайку привода Но перед этим я Немножко развальцую Гайки на ступице Гайки на ступице С приводом придется Выеживаться ВД-шкой забрызгиваю Пусть маленько постоит, покиснет А пока откручу Суппорт Подвесим его Головка На 17-12-гран На 17-12-гран Также с этой стороны Вот этот болт Крепление тормозного шланга Тоже откручиваем И откручиваем датчик АБС Головка на 10 Датчик вышел легко Это хорошо Теперь снимаем Суппорт И подвешиваем его Ослабляем рулевой наконечник Головка на 19 До конца не откручиваю Поворачиваю рулевой наконечник Чтоб По нему не ударить Ну и пробуем Гайку Шевельнуть Все Это хорошо Снимаем тормозной диск Беру болты М8 Хорошо где есть Место для Съемных болтов Место для Он не ударить Место для Иснули Берега Класс Абсолютно Оборота Место для все тормозной диск сняли ну а теперь можно два-три хлестких удара по наконечнику по цапке крепления наконечника откручиваем оба болта крепления стойки головка на двадцать два вот и затем а откручиваем снизу шаровую опору здесь у нас две гайки один болт на головку на 17 снимем целиком вместе с шаровой опорой выдергиваем болты не увидел что освещение плохое выдавливаем привод и снимаем со вход откручиваем 4 болта головка на 17 ну и все берем отсюда наглый подшипник выбиваем вместе со ступицей новую ступицу возьмем фирмы Zekker RL1484 вот такая идет ступица с магнитным кольцом это кольцо магнитное для датчика была на пятерком магнитице и все устанавливаем ее посадочное мы смажем чтобы при следующем демонтаже удобно было снимать здесь собрано без смазки но еще заводская за сто шестьдесят тысяч там уже прикипела смазка проникнет и чуть полегче будет а так поднимаю и на весу выбиваю подшипник вот мы Вот и все. Сухая и ракочет. Теперь чищу посадочную подмогу подшипник. Смазываю медной смазкой. Ставим пыльник и ставим подшипник. Так, все, почистил посадочную. Смазываем обычной медной смазкой. И так же смазываю, вступившую на посадку. Резьбы. Ставим пыльник. И вставляем ступицу. А дальше уже ровняем болтами. И так же. КОНЕЦ 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 Подшипник стоит на месте. Дотягиваем моментом 85 нм и устанавливаем. выставил 85 нитон и метров и немножко доворачиваем смазываю также шлицевую на приводе что потом снималась легко и просто непринужденно резьбу на наконечники смажу смазываю болты на переднюю стойку ну и ставим цепку на место смазываю Включаем нейтральную кнопку и идешь мерить, а не пол, пол. Наживляем все. И затягиваем, устанавливаем на место датчик. Наживляем все. Наживляем все. Смазываю резьбу крепления шланга. Смазываю ступицу. Ставлю тормозной диск. И ставлю на место суппорт. Так, суппорт наживил. Крепление тормозного шланга наживил. И рулевой наконечник наживил. Затягиваем. Остается нам наживить шаровую опору. Так, ну это я уже покажу снизу. Все крепления у нас наживлены. Затягиваем и устанавливаем колесо. Все остальные крепления затянул, стойку затянул, шланг затянул, датчик затянул, наконечник затянул, шаровую затянул. Затянул и суппорт на цапку затянул. Наживляем. Закручиваем гайку привода и тоже ее затягиваем. Только теперь вставляем отвертку снизу. Затягиваем. Сплинтуем. Затягиваем. Затягиваем. вот и все подшипник заменен остается поставить только колесо и на этом все вам доброго